Друзья, всем привет! Сегодня смотрим внедорожники и кроссоверы в Литве. Поехали! Первый у нас Toyota RAV4. 2004 год. Двухлитровый дизельный мотор. Цена 3-400 евро. Цвет, конечно, так себе. Это площадка в Таураге. Здесь в основном французские машины, пригнанные из Франции. Поэтому не удивляйтесь, сегодня будет много французских номеров. Идем дальше. Audi Q3. Свеженькая, ну как свеженькая. 2013 год. Хорошо смотрится. В S-Line. Двухлитровый дизельный мотор. Цена 13 950 евро. Красивая машина, в хорошей комплектации. Mercedes GLK 220. 2010 год. Дизельный мотор. Не разберу. Не написали, какой объем. Цена 8 900 евро. В классическом дизайне. Грубые черты. Идем дальше. Mazda CX 5. Хорошая машинка. 2017 год. Цена 17 900 евро. Хорошо смотрится. Хорошо смотрится. Jeep Grand Cherokee. Jeep Grand Cherokee. 2012 год. Мотор 3-х литровый дизельный. Цена 11 950 евро. BMW X5. Старичок. 2002 года. 3-х литровый дизельный мотор. Цена 3 650 евро. 6 900 евро. Цена хорошая. Но 2002 год. Уже конечно там болячек под накопилось в нем столько, что мама дорогая. даже в самом хорошем состоянии. Идем дальше. Это у нас Hyundai ix 55 2009 года. 3-х литровый дизельный мотор. Цена 6 950 евро. Nissan Murano. 2010 год. 2,5 дизельный мотор. Цена 7 300 евро. Mazda CX5. 2014 год. Не написано какой объем мотора. Цена 11 600 евро. Тоже симпатичная машина. Нормальный год. Peugeot 3008. 2017 год. 2-х литровый дизельный мотор. Цена 15 250 евро. Ребят, не считаю растаможку пока. Потому что непонятно, как быстро примут новые платежи. Ну и вы видели, для более свежих машин они почти не изменятся. А там плюс-минус 10-летние машины очень гораздо выгоднее сейчас таможить. Поэтому подождем немножко. Так, идем дальше. Toyota RAV4 2010 года. 2,2 дизельный мотор. Цена 7 600 евро. Вот конкретно на такой машинке 2010 год. 2,2 дизель. Там реально платежи уменьшатся вдвое, как минимум. А те машины, которые 2017-2018 года, там некоторые останутся как и были, а некоторые даже платежи увеличатся. Поэтому выгодно постарше машины сейчас привозить будет. Nissan X-Trail 2016 года. 1,6 дизельный мотор. Цена 12 600 евро. Ну, 2016 год еще более-менее по цене нормальный получится. А вот 2018-2019 года мы считали уже дороговато получается. Ford Kuga 2012 года. 2-литровый дизельный мотор. Цена 7 200 евро. Тоже тут будет нормальный платеж. До 100 000 гривен. То есть не 150, не 200, а там 80-90. То есть нормальные адекватные платежи. Volvo XC60 2015 год. 2-литровый дизельный мотор. Цена 12 950. Красивая Volvo. BMW X3 2007 год. 3-литровый дизельный мотор. Цена 6 300 евро. Этот уже на литовских номерах. Неплохая машина. Но они, конечно, той серии уже устарели. Хотя, конечно, большая, мощная, красивая машина в любом случае. Идем дальше. Nissan Qashqai 2013 года. 1.5 дизельный мотор. Цена 10 500 евро. Land Rover Discovery. Дискавери 2015 год. 2.2 дизельный мотор. Цена 15 900 евро. Нравятся мне Land Rover. Красивый у них дизайн. Интересно они смотрятся. Такие мощные черты в дизайне кузова. Хорошая машина. Идем дальше. Kia Sportage 2010 год. Запотел стекло. Не вижу, какой мотор. Цена 4 350 евро. Для 2010 года, конечно, он выглядит не очень. Citroёn C5 2019 года. 1.5 дизельный мотор. Цена 18 500 евро. Этот уже будет недешево в растаможке по новым тарифам. Но машина интересная. BMW X 1. 2011 год. 2-литровый дизельный мотор. 9 800 евро. Ребят, не забывайте, что по пятницам у нас прямые эфиры. И я отвечаю на все ваши вопросы. BMW X 5 2017 года. Это уже свеженький, хороший, красивый. 3-литровый дизель. Но и цена 27 500 евро. Но тут уже, конечно, совсем другой вид. Citroёn 2009 года. 2.2 дизель. Цена 4000 евро. Мы в декабре снимали на этой площадке. Ничего особо не изменилось. Volkswagen Tiguan 2012 года. 2-литровый дизельный мотор. Цена 11 900 евро. Тоже мне нравится, как они выглядят. Но вот в реальности он, конечно, не слишком большой. Хочется все-таки, когда берешь такую машину, чтобы она была как Touareg. Это такой мини Touareg. Ладно. BMW X 3 2007 года. 3-литровый дизельный мотор. Цена 5000 евро. Тоже хорошая машинка. Но 2007 год. В принципе, сейчас по нынешним тарифам растаможки можно взять такого мощного старичка. И Ford Kuga. 2015 год. 2-литровый дизельный мотор. Цена 11 200 евро. Чтобы просчитать таможенную стоимость автомобиля в Украину, вы можете обратиться к нам за консультацией через Instagram или Viber, который в описании под этим видео. Консультации платные. Или же можете дождаться пятницы. По пятницам мы бесплатно отвечаем на все ваши вопросы в онлайн-трансляции. Так что не пропустите обязательно пятничный выпуск. Ну или же вы можете подписаться к нам на спонсорство данного канала. Если вы подпишитесь на второй уровень, вам откроется доступ к чату в Telegram для спонсоров. И там мы также ответим на любые ваши вопросы оперативно, как только сможем. Друзья, также напоминаю, что поддержать наш канал вы можете по ссылочкам в описании под этим роликом. Там есть прямая ссылка на нашу карту, украинскую в гривнах, литовскую в евро. Или же вы можете подписаться на спонсорскую подписку данного канала. Это тоже поддержит нас и позволит нам улучшить качество видео, звучания, монтажа, оператора. И в целом предоставлять вам более качественные ролики. Всем спасибо. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok